Пятый канал представляет Крик, его, плебуль, а теперь тише да гладь Скажите, вы специально выжидали? Слушайте, ну, чего вы на меня ругаетесь? Я, между прочим, участковый Я при исполнении И сейчас мы с вашими соседями разберемся Вот идите наверх и разбирайтесь Кукусики Света нет Пум-пум-пум, сейчас разберемся С фонариком не страшно Откройте, это полиция Здрасте Я не могу вас разглядеть У нас Электричество рубануло А вы из Правоохранительных органов Представьтесь Я участковый А почему вы в маске? Странный вопрос ОРС Боюсь заразить Ой, кажется, кошка убежала Простите, Аристарх Аристарх Минуточку, товарищи Подождите, а с кем вы ругались тут? Здравствуйте Это Участковый Кто-нибудь есть? Это публик участковый На ноже пальцев нет, работали в перчатках или протерли рукоятку Угу А тут не переживай, Олег Зачем нам улики? У нас есть важный следитель Который не видел на черта Он был в очках и в маске У него ОРЗ И вообще темно было Я понимаю, в подъезде лампочку выкрутили Но в квартире ты уже мог попросить его включить Или сам бы включил свет Ты же участковый Он сказал, что в квартире вообще везде свет вырубили Роман Андреевич, это соседка, которая вызвала полицию Ой, здравствуйте Извините, что так поздно Капитан Козин, уголовный розыск Соседи час трогались Каждый вечер А сегодня особенно сильно Крики, вопли, грохот Я участковому звонила А толку-то Тут я с вами согласен Скажите, а я могу Анфису себе забрать? Она же ихняя Прибежала вниз, мяукает Плачет Так жалко Это вообще-то не Анфиса, а Аристрах Аристрах Аристарх Сами вы Аристарх Это девочка Я вообще-то лучше знаю Никишина Вечно во дворе звала Анфиса ко мне, Анфиса домой Так, кстати, что насчет кошки? Я могу ее собрать? Или вы Громова допрашивать кошечку будешь? Ну, пожалуй, в другой раз Действительно, что это я? Врачи сказали, больше десяти ножевых ранений В грудь и живот И лицо порезано Выживет Состояние тяжелое Больше ничего не сказали Ой, мужические страсти какие А я вообще ее, когда увидел Чуть в обморок не упал А как выглядит муж Никишина? Он невысокий такой В очках всегда Ну, я, если честно, к нему не очень приглядывалась Ну, обычно такой мужичок Невзрачный, я бы сказала А картавит сильно Точно, точно Он очень сильно картавит И я обратил на это внимание Ну, че, бытовуха получается? Да Муж порезал, жену Бубликова спугнул Тот ретировался А как вы думаете, где он может прятаться Может, у него гараж есть какой-нибудь? Так у них квартира есть тут рядышком На наличной Они ее посуточно сдают Угу Систолическое было шестьдесят Сейчас не определяется Центральное венозное двенадцать Проникающее в грудь с ранением сердца Тампана на перикарда Торкотами слева Скальпель Неша Паузи, она беременна Срок примерно десять недель Черных, давай живее Сердце сейчас остановится Да Господи Так это Проходи, приглашаю Не-не-не-не-не-не Я только девочку заказывал Ты Раздевайся А ты мужик довалится Ну Ну что, раздеваться? Ну да, раздевайся Помедленней Повыряй Чем там у тебя есть Прикольно Ай Полиция Не рыпайся Тихо, не ай Ритм Кто что в квартире? А, скотина, дружка притащил? Я на двоих не подписывалась Полиция Капитан Козин Уголовный розыск Ты кто такая? Клеопатра Клеопатрочка Клеопатрочка Собирайся, давай Ну, как прошло? Ну, она в критическом состоянии Глубокое ранение сердца Проникающая Легкая трахея Крупные сосуды Она потеряла просто критическое количество крови Буквально вытащили ее с того света В общем, выживет или нет, я пока не могу сказать Господи, бедная Эльза Не понял, вы что, знакомы? Мы с ней в одном дворе выросли Потом в одну школу ходили Она у нас в классе первой красавицей была Половина мальчиков в нее была влюблена Вторая половина скрывала, что была влюблена Спасибо И ты не рассказ была о ней Ты знаешь, она После школы уехала в Москву Хотела стать моделью А меня медицина увлекла Вот мы после школы не общались Потерялись как-то Бывает Ты знаешь, у нее в Москве как-то там не заладилось И насколько я знаю, это очень было для нее болезненно Мама рассказывала, что она вернулась и буквально сразу замужем шла А муж какой-то низенький, страшненький Ну, не всем быть красивыми, как я Ну, точнее, как мы Слушай, а что у нее с лицом? Я видела, у нее повязка Да мы им не занимались, это же челюстно-лицевая Пластическая хирургия У нее повреждены мимические мышцы лица И, скорее всего, веточки лицевого нерва Травма для жизни не опасная, но Ну, что? Я видел такие травмы раньше Большая вероятность, что поврежденная часть лица Она всегда останется парализованной Так что все ее титулы красоты остались в прошлом Доброе утро А без напитка никак нельзя? Мама не выносит запах кофе Вы извините, мы всю ночь оперировали На ногах только благодаря кофе держусь Это вы называете кофе? Даже меня уже вот воротит Извините Закончили? У-у-у Да, спасибо Как она? Да все в порядке Скоро будем выписывать Конечно, когда это идет от наркоза и состояние стабилизируется Единственное, ей первое время потребуется уход Скажите, у вас есть возможность ухаживать за ней? Ну, сиделку я найду Хорошо С деньгами проблем нет Вот и славно Мне самое главное, чтобы она ни в чем не нуждалась Отлично Значит, будем готовить документы на выписку Черных, иди-ка сюда Извините Да, Борис Сергеевич Я что-то не понял, что значит выписывать? Ну, мне сделали все, что необходимо А дальше она сама Ты соображаешь, что ты говоришь? Эта женщина настоящий клад Вот ты ее собрался отпускать Так, проведите полный осмотр, анализы Я не верю, что этой женщине в ее возрасте Мы не найдем каких-нибудь серьезных заболеваний Что вы сказали? Что с моей мамой? У нее что-то опасное? Она умирает? Нет, нет Ничего страшного Мы пока не нашли Но я надеюсь, что скоро найдем И обезвредим Я главный врач Борис Шипилов Сергеевич Очень приятно Очень приятно Да Я вас уверяю, наша клиника сделает все возможное, чтобы вылечить вашу эту… Вашу маму Братухина Полину Ивановну Да, Полину эту Ивановну Мать это святое Идите к маме А мы пока тут кое-что обсудим со специалистом Ну, почему мне не верить? Я правду говорю? Да не был у меня там совсем Я вчера часа в один снахату ушел Решил там зависнуть Фею в гости пригласить Фею? Ну, так, проститутки же сами себя называют К ночной тваре это слово вряд ли Подойдет Так, я повторяю Отпираться бесполезно У нас есть свидетели Да Значит, они выход Извините, я, конечно, выпивши был, но все очень хорошо помню Значит, я купил пиво Накатил Два часа с ней промучился Потом Трючев накатил Вызвал вторую фею Потом вы и приехали Слушай, ты думаешь, я не знаю, как это делается? Ты порезал жену Тебя застукали Ты свалил И пытался нарисовать себе алиби Не убивал я ее Пить надо меньше Вашему свидетелю У меня не могло там быть двенадцать часов Потому что двенадцать часов Я пил на хате с толстой феей Ясно? Да не знала я, что вы менты Я думала, этот хмырь своих собутыльников вызвал Знаете, сколько раз меня так кидали? Пригласят, а потом толпу тащат, чтобы воспользоваться Бесплатно услугами Клеопатрочки Клеопатрочка сама придумала себе имя такое? За ночь любви с Клеопатрой Мужчины умереть были готовы Мне кажется, это не про тебя история Ай, надо мне хамить И вообще, почему это я в наручниках? А то хмыря в обезьянник без наручников повели, а? Потому что ты для общества опасность представляешь А, жена-ненавистник Я требую другого полицейского Вот вас Мы, девушки, мы быстро с вами разберемся, правильно? Так, во сколько ты приехала на квартиру к клиенту? Точно вспоминай Я помню, алло У меня почасовая оплата В половине двенадцатого я приехала Но мы с ним сразу Ну того Подробностей не надо Ну как скажете Он же выпивший Ему поговорить хочется И он давай жаловаться на свою жизнь Как его жена пилит Как они каждый день ругаются Как она ему изменяет Стоп! Вот с этого места сейчас поподробней А я с женой ненавистниками не разговариваю Я так поняла, что он бесплодный Из-за этого у них там все проблемы То ли она его пилит То ли он сам себя в гроб загоняет Тут я не знаю Я же не мозгоправ какой-то Я по другим делам мастер Думаете врет, да? Не знаю Со слов Бублика Внешнее описание вроде совпадает Маленький В очках Картавый А проститутка Это классическое алиби За деньги все что угодно скажет Сильно болит, да? У Громова Царапины не болят Роман Андреевич Вы все-таки сделаете прививку от столбняка? От столбняка сделаем Ой, стойте Чего? А что это такое? Где? Белая какая-то штука такая Роман Андреевич Вы все-таки проверьтесь Вдруг какую-нибудь заразу несла? Проститутка все-таки Кровь сдайте Ой, прям Кровь Кровь Молочок вам помочь? Ой, Влад Оль, ты что ли? Еще лет не виделись Да Привет Слушай, я это Потерялся Хорошо, что тебя встретил Такое дело, знаешь, у меня Сестра в больницу попала Я знаю, знаю Эльза у нас в отделении Пойдем я тебя провожу Пойдем, спасибо Доктор Эльза, она Выживет Ну, состояние тяжелое Но С каждым часом улучшается Так что, я думаю Все будет хорошо Мы сделаем все, что можем Пожалуйста, если Что-то нужно У меня, конечно Не очень много денег Но я могу взять кредит Понимаете, десять лет назад Мы потеряли мать Если я сейчас потеряю Эльзу Я останусь вообще один Мы сделали все, что в наших силах Вы еще не знаете, кто это сделал? Скорее всего, муж Олег? Скотина Это, наверное, из-за того парня, с которым Эльза встречалась Ваша сестра с Эльза встречалась? Ну, имеется в виду за спиной Извините Вы обращались в полицию? Я еще не успел Я прибежал сразу сюда Кстати, а мой бывший в уголовном розыске работает Ну, не так уж и кстати Но можно обратиться Я думаю, не стоит Вы знаете, Эльза Говорила, что у нее появился друг Ну, не друг, а друг И я о нем ничего не знаю А я вот после медучилища Как сюда пришла, так и застряла Считай, всю жизнь в травматологии Такого насмотрелся, что… А ты как? Стал спасателем, как и мечтал? Ну, да, стал Помучился два года, понял, что это не мое Решил пойти охранником Денег, конечно, меньше, но работа не бей лежачего Понимаю Жалко, конечно, что мы при таких обстоятельствах встретились Это да Господи, а сколько лет-то прошло? Ну, вот ты как съехала от родителей, замуж вышла Вот и считай Эльза, кстати, часто спрашивала про тебя Про меня? Правда? А ты знаешь, мы же с ней практически не общались Я хотела возобновить контакт, но все как-то не удавалось Жалко ее Жалко Леша Слушай, можно личный вопрос? Ой, сегодня у меня нет времени на свидание, давай завтра Я серьезно, скажи, пожалуйста, мы можем что-нибудь сделать для Эльзы? Ну, я ими вду лицо Слушай, Оль, ну это задача челюстной лицевой хирургии Пластической хирургии Ну, я знаю, но это же эстетическая медицина Это платная операция Понимаешь, у меня столько денег нет, даже если мы с Владом скинемся вместе Я вот и подумала, может, с хирургами лично поговорить Тише, тише, ты что? Никто на это не пойдет Ты же знаешь, если Шпилов узнает, он всех отправит в морг Ну, по работе, естественно Леш, ну что же делать? Это же подруга детства Мы, конечно, с ней давно не виделись, но ты же понимаешь Ничего не придумаем Оль, там к тебе пришли Господи, я сегодня на расхват Кто? Ну, сказали срочно Срочно Кто? Господи, что ж так подкрадываешься? Щербаджи и джигеля ляс Смотри, смеешь? Что это значит? Ну, ладно, это непереводимая игра слов Скажи, а что такого случилось с Кузиным? Чтобы об этом никто не должен знать Ну так, там, производственная травма Новости есть по поводу сегодняшней потерпевшей? Есть О, официальная справка Она что, беременна? Да, к сожалению, она была Женщина иногда спит с мужчинами, такое бывает Что ты удивляешься? Не так часто, как раньше, но все же У нее муж бесплоден Ну, значит, от святого духа или от другого мужика Тут уж как, сама решишь Ну что, получается, Влад прав был? Муж ее убил из-за ревности, узнал, что она беременна и убил? Ну, как-то это слишком хладнокровно, подожди Вообще-то, Никишин от таких новостей должен быть в шоке А он еще бублика обманул и алиби себе нарисовал Как-то... Стал мнячная, она так сильно на тебя поставила А вот это вот антибиотик от местной инфекции Ты? Спокойно Да Если вдруг поднимется температура, сообщай Это же специально, да? Угу Ты только Филину ничего не говори, что меня проститутка расцарапала Господи... А то он и так у меня как заноза в заднице О, капитан, говорят, у вас новая подружка Громов, а что тебе непонятно в словах? Не говори ничего Филину, а? Так, пока капитан самотруждается насчет подчиненных Давайте подумаем, что произошло ночью В квартире было темно, в парадной тоже Причем там кто-то выкрутил лампочку заранее Преступник очень не хотел осветить свое лицо Что помнит бублик? Бублик помнит, что ему открыл дверь невысокий кортавый мужчина в очках Господи, не ори ты в больнице, а не у себя в КПЗ Не в КПЗ, а в РУВД И за 9 лет можно было запомнить Катя, пока милые бронятся, прочитай, пожалуйста, дословно Что преступник сказал бублику Ну а сейчас Вы из правоохранительных органов? Представьтесь Объяснил, что в маске из-за ОРЗ Потом кошка убежала, он побежал за ней, крича «Аристарх» Какое странное имя для кошки Понимаете, что он сказал ОРЗ Не я заболел или мне плохо, а специально ОРЗ И еще, никто не говорит полицейским А здравствуйте, а вы из правоохранительных органов? Представьтесь, нет, просто говорят, вы из полиции Или вы кто участковый Так, стоп, 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 стоп Заканчиваем эти песенки, уй-ой-ой, пойдем к Румову Ладно, придется объяснять доходчиво Капитан, преступник специально использовал эти слова Потому что в них много звука «Р» Никто из кортавых людей не выпячивает свой недуг Наоборот, они его скрывают А этот выпячивал И тем более, если это лишает смысла вообще всю остальную маскировку Роман Андреевич, так может это не муж? Может его подставили? Бубрик Михаил Афанасьевич Сейчас мы проведем опознание по голосу Вы услышите нескольких вариантов И скажете, какой голос вы слышали ночью Или не слышали? Товарищ капитан, вы когда ко мне на вы обращаетесь, мне даже как-то неловко Не волнуйся Так, ну давайте начнем Вариант номер один Вы из правоохранительных органов представьтесь Ну, нет, это не он Вариант номер два Вы из правоохранительных органов представьтесь Нет Вариант номер три Вы из правоохранительных органов представьтесь Он Точно он? Чего? Да я с вами в отделе был в это время Так это же наш криминалист Богатым будете Привет Хочешь прикол расскажу? Я когда маленький был, думал, что правильно говорить крупный рогатый кот Представляешь? А когда меня поправляли, говорили скот Я плакал, обижался, думал, что меня обзывают Смешно, да? Тормотология Тормотология Какие документы? Для отделения пластической хирургии на Братухину Да, секунду Нашла Это моя пациентка Что? Что? Ну что, не видно, что это столовая? Здесь люди едят Приятного аппетита, конечно, но Я буду готов Через пятнадцать минут Борис Сергеевич Я, конечно, человек здесь новый, может быть, многого не понимаю Вот как вы мне объясните, что Как только я вам сказал, что у Братухиной хорошая страховка Ее тут же записывают на операцию М? Ну и прекрасно Нет, конечно, лучше, когда клиенты, пациенты Сами рассчитываются Ну, страховка, так страховка, хорошо, что нашли Ну, так а что у нее? Пластика лица В восемьдесят пять лет Послушай, черных не умеешь ты аппетит испортить Какие знакомые каракули Филина ко мне! Быстро! В общем, я запросил еще раз от Льва Никишина Толку от него, как от овцы молока Обычно говорят, как от козла молока Но я заметила, что вы никогда никого козлом не называете Никогда не шутите по поводу вашей фамилии, но я все понимаю Вы что-то про Никишина говорили, да? В общем, ничего он ни про любовника, ни про беременность жены не знал Эльза сама занималась их второй квартирой Сдавала ее посуточно Угу У тебя что? Так, ну я проверила все звонки, очень много сообщений, звонков с контактом Ольги Захарова Ну Моя Ольга Захарова? Нет, телефон я пробила, это не номер вашей жены, то есть бывшей Угу Это специально было сделано, чтобы на случай, если муж будет проверять телефон, она общается как бы с подругой Это вторая сим-карта Эльзы, может она завела ее для любовника, чтобы вот так с ним общаться Молодец Бутерброд, будешь гномова? Спасибо, у меня фигура Как хочешь Борис Сергеевич, да мы сто раз так делали, я проверил, братухина отличный полюс ДМС Он все покроет, ну представьте, никто ничего не заподозрит, а мы человеку поможем Алексей Геннадьевич, мы больница, мы здесь людям должны не помогать А что? Лечить Как велит нам буква закона А эта буква говорит, что твоя идея авантюра чистой воды Борис Сергеевич, я вас не узнаю, с каких пор вы стали ярым противником авантюр Смотрите, ремонт в гинекологии, по факту он стоил в пять раз дешевле, чем на бумагах Чистой воды авантюра, вы романтика, авантюрист, а повышение квалификации, деньги на это куда-то деваются же Следи за субординацией, соблюдай язык Филиппов Вернее наоборот, ну ты понял меня Оль, ну я правда не хотел на вас стучать Наоборот, я думал, что это все Шипилов задумал Что это ему нужно, чтобы списать деньги Вот и хотел поступить как Филин, прижать его к ногтю, значит Чтоб поступать как Филин, Володя, сначала надо поработать столько, сколько Филин Оль, ну прости, вы же сами мне ничего не сказали Володя, иногда, чтобы людям помочь, надо обойти систему Мы на каждом шагу должны об этом кричать Чем меньше народу знает, тем больше Тихо, орать перестал Филиппов Месяц назад в 82-й больнице пожар был, как раз в отделении травматологии и хирургии Если тебе это интересно Надеюсь, вы не меня подозреваете? Очень смешно Больных удалось экстренно эвакуировать Но тогда вышел приказ для всех больниц Поставить новые датчики пожарной сигнализации А ты знаешь, сколько это стоит? Представляю А деньги изыскивать надо мне Мне, а не тебе Что? И как раз сэкономленные на ремонте деньги На такие форс-мажоры и идут Каждый обходит правила, как может Ну, может быть, вы и нам подкинете немножко Без исключения Филиппов, дочь этой вашей Как ее? Братухина Вот ее Она глава очень крупной юридической фирмы Ну и что? А представь, она все узнает Это же скандал! Вы поможете одному человеку А плохо сделаете многим Нет, Филиппов Я запрещаю Ну, что там? Трубка неактивна с двух часов дня Поняли, что мы их засечем и избавились от съемки Угу Слушайте, ну, если вы ищете любовника, они же не просто созванивались Они должны были встречаться где-то, ну, чтобы так сказать Предаваться страсти Губительная страсть Ну, с книжки так влияет, да? Не моя! Это из вещдоков, просто отнести не успел А-а-а Я имею в виду, что можно пробить телефон жертвы по геолокации Где она бывала, например, в последнюю неделю Отсечь самые очевидные варианты, вроде дома и магазина И найдете место, где они встречались Ну, так здорово! Когда сделаешь? Ну, сейчас сделаю Забавно Эсперунная оберта до портану, Катарина? Ну, конечно, я не сплю, мы на задержание едем Так, стоп, подожди, откуда я знаю, что ты тут только что сказал? Это сфильм, что ли? Че, твое последнее время слишком много общаться стали Ну, как вы нашли любовника? Да Кать, можно вопрос? Как ты думаешь, почему преступник порезал лицо Эльзе? Ну, потому что он преступник Перестань, все намного глубже Ударить кого-то ножом в грудь или в живот, это одно Но полоснуть по лицу, это намного сложнее, чисто психологически За мою многолетнюю практику я встречал только два таких случая Один по неосторожности, а второй Это один охранник Полоснул проститутку по лицу в борделе И хотели отомстить там, наказать за... Это лично Это должно быть лично Два! Ать! Два! Капитан, неплохо Тебе идет зеленый И я спасал людей А теперь охраняю! Ха-ха-ха! Охраняешь что? А... А знаешь, кто любит золото больше, чем реприконы? Дракон РАК Катя, ты еще здесь? Леша, ты в порядке? Ты куда-то пропал. Да, у меня тут молоко убежало. Давай, перезвоню. Охранник. Там был спасатель. Спасатель от МЧС. МЧС, это… Месяц назад 82-й больнице пожар был. Как раз в отделении травматологии и хирургии. Больных удалось экстренно эвакуировать. Спасибо, Борис Сергеевич. Оставьте свое сообщение после сигнала. Так, Черных, давай не выдумывай. Там в отделении все в порядке? Алексей Геннадьевич, ну вы чего? Значит так, беги быстро к охране и приведи его в палату к Никишиной срочно. Прямо сейчас. Я скоро буду. Угу. КОНЕЦ КОНЕЦ Здравствуйте. Уголовный розыск капитан Позин. Понятно. А насчет Эльзы? Вы задержаны по подозрению в покушении на убийство у Эльзы Никишиной. Я? Вы шутите? Я люблю ее. Мы собирались пожениться. Я этот дом купил для нас. Увы. Собирайтесь. Филин звонил. Странный он какой-то. Он всегда странный. Это верно. Берет срочно охрану в палате к Никишиной. Чем ему это понадобилось? Что он сказал? Когда? Не чувствую, что дымом тянет. Пожар! Есть лицо в дыму! Володя, пациенты! Володя, вы! Ой! Маша! Девочки, сначала лежачих! Уважаемые пациенты, пожалуйста, без паники! Медленно по одному проходим в конец коридора к пожарному выходу! Володя, вы! Мы еще в Москве познакомились. Я в Эльзу сразу влюбился, но подойти не решился, дурак. А потом она исчезла. И вот прошло несколько лет, я приехал сюда в командировку и снял квартиру на пару дней. Ну и догадайтесь, кто была хозяйка квартиры. Эльза, а потом вы переехали сюда насовсем. Да. Бросил все, продал бизнес, дом. Первое время Эльза между мной и мужем разрывалась. У них раньше все нормально было, а потом он узнал, что бесплоден. Ну и начались скандалы, претензии. В общем, начал зло на жене вымещать. Она ждала, думала, что все как-то исправится. Было только хуже. Ну я настоял, сказал, что он больше так продолжаться не может. К ней еще брат начал захаживать. Еще неизвестно, кто большее зло, муж или братец. А что с ним не так? Да все с ним не так. Влад раньше в МЧС работал, а потом увлекся азартными играми. Ну и все деньги спустил в онлайн-казино. Начал воровать, с работы его выгнали. Потом устроился куда-то еще в бордель, охранником. Его и оттуда поперли. А незадолго до смерти мать Эльзы решила все ей завершать. Потому что, ну, поняла, что Влад все деньги проиграет. А он не мог этого простить. А недавно он решил, что может отыграться, если поставит крупную сумму. И он стал требовать, чтобы Эльза продала квартиру родителей и отдала ему деньги. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Понятно. Спасибо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Огоните! Вы задуете остальных пациентов, когда я была! И вы идите, идите, я справлюсь здесь! Подождите, вы разве не должны пожар тушить? Мои коллеги тушат! Я должен спасать жизни! Я ваш голос знаю! Вы кто? СТУК В ДВЕРЬ Э! СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Влад! Как ты догадался? Посмотри, по телевидению ничего, нападений не было. Для журналистов это обычная поножовщина в квартире. Других родственников у Эльзы нет, муж задержан. Влад с полицией не общался. Откуда он узнал, что она в больнице? И зачем приехал? Ну, именно для этого и приехал. Бублик помешал ему убить Элизу, и тут братец активизировался. Пришел сюда, чтобы посмотреть, как устроено здание. А, чтоб пожар организовать и под шумок эвакуации добить сестру. В форме пожарного, который достался ему после прежней работы. Это какая-то жуть просто. Но план-то хороший, согласись. Эльза в одном прокололась. Она все рассказывала брату, все о своей жизни. Он даже знал про беременность. Идеальный мотив. Бесплодный муж ревнует жену и убивает ее, потому что она носит ребенка от любовника. Готовый сценарий для мексиканского сериала. Estoy completamente de acuerdo. Что означает, я полностью согласен. Еще он знал, что соседи не выносили крика и шума скандалов Никишиных. И они вызвали к нему участкового, которого легко ввести вокруг пальца. Но мы же Бублику об этом не расскажем, да? Мы потом договоримся с тобой, хорошо? Угу. Борис Сергеевич, послушайте, у меня к вам просьба. Врач задержал поджигателя больницы. Да. Вот, Алексей Геннадьевич, можете вырезать и себе в кабинете в рамочку повесить. Я обдумаю. Уже с утра звонили. Благодарность выразили, обещали премию дать. Потому что… Да, мне и всем причастным людям. Ну, вы знаете, что я на это отвечу. А, ты об этом… Ну, мог бы и премию выбрать. Деньги лишними не бывают. Ладно. В виде исключения. Пластическая хирургия. Зав. отделение, пожалуйста, позовите мне. Быстро. Николаев? Это Борис Сергеевич беспокоит. Я… Нет… Нет-нет, не про меня. Не мне. Нет. Потом. Тут одной пациентке нужно сделать операцию на лице. Да. У нее порез. Угроза паралича. Без очереди. Да. Это личная просьба главного врача. Ну, ты же не откажешь главному врачу. Хорошо. Блистатель. Мать только ее любила. Лиса такая умница. Такая красавица. А я как будто и не родной. Столько раз просил мне помочь, чтобы отыграться. Ни копейки не дала. Ненавижу. Так ты эту душесчипательную историю для суда оставь. Давай рассказывай уже, как было. Начинаем. Я долго думал, как все устроить. Тут соседи пожаловались на участкового. Мол, ходят к ним постоянно, такой недотепа. А вот тут у меня в голове и щелкнуло. Оля, не забейте, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Оля, что? Где я? Ты в больнице. Все хорошо. Все позади. Мы тебе сделали операцию, в том числе пластическую. Ну, ты не волнуйся. Ты через пару месяцев даже не вспомнишь, где Рана была. Оля, а ребенок? Ильза, к тебе тут пришли. Ильза, к тебе тут пришли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Екатская А.Егорова ratка